Это программа День с толком. Студия Анастасия Дорогана. В ближайшие полчаса о главных событиях недели. Уже неделю жители Волчихи не спят спокойно. После смерти 7-летнего мальчика в местной больнице часть населения всего района объединилась и собирает подписи за отставку главного врача Татьяны Харловой. Впрочем, подписи в свою защиту собирает и другая сторона. Что происходит сейчас в одном из отдаленных районов края и что не устраивает людей, подробности народного восстания выясняла наша съемочная группа. Я думала, вот у нас случилась такая трагедия. Они там должны не один врач дежурить, а несколько. Врача не оказалось. А вот как раз перед этим была смерть мальчика. У нас гинеколог приезжает на вызов к ребенку по вопросам заболеваний. У нас стоматолога вызывают накладывать швы, потому что у нас нет хирурга. Об ужасном состоянии местной медицины готов говорить, кажется, каждый житель Волчихинского района. Похоронив 7-летнего мальчика, который умер на той неделе в больнице, люди создали чаты в мессенджерах и начали объединяться с одной целью – изменить положение дел. Корень зла они видят в главвраче. Жители недовольны чем? Конечно. Конечно, я скажу, главный врач всегда виноват во всех ситуациях. Естественно, смерть ребенка – это страшно, потому что много мам. Естественно, плохо, что у нас нет достаточного количества тех специалистов, которые бы могли оказывать помощь. Но разве это только у нас? По словам главврача, она делает все для привлечения кадров. Но получив миллион, мало кто хочет задержаться в селе. Неправда. Очень много хороших врачей повыжили. У нас хирургов нету. Андрей Ханзимович, там много народу. Они все в соседних. Мальчик хороший, педиатр был, кореец. Специалисты, которые в райбольнице работали, они ведь далеко не уехали. У некоторых остались даже дома, жилье. Они в пятницу приезжают домой, а в понедельник утром уезжают. У Новичиху, в Егорьевку. Люди жалуются и на неверные диагнозы. Так в 2004 году дочери Татьяны поставили страшный диагноз – ВИЧ. В 17 лет нам выписывали лекарство, которое вызывало рвоту по носу. Она таяла на глазах у меня, дочь. Вскрытие показывает, нет у нас ВИЧа. Вот она. А у нас все органы отказали. А у нас его нету. Я два года терпела вот с этим. Вот с этой болью хожу. Я вся седая стала за 17 лет, что она ей диагноз поставила. Вот это как. Другая жительница рассказывает, как врачи не могли 4 месяца поставить диагноз ее двухлетнему внуку. В Барнауле нам поставили никакие не глисты. У нас было связано заболевание с печенью. За Волчихой поднимаются и другие села. В Островский ФАП развален, Солоновская поликлиника понижена до ФАПа. Части жителей признают, что проблема не в местных медиках, а в самой системе здравоохранения. И даже встают за врачей. Я считаю, и это не только мое мнение, что врачи здесь запуганы. Работать где-то надо. У людей кредиты. Естественно, они против нее. Но, насколько я знаю, плачут от нее многие. Всегда, когда нехватка специалистов, большая нагрузка. Ну, нормально работает. Нормальная нагрузка вполне. А как вы под руководством главного врача работаете? Прекрасно. Я не обижаюсь вообще. Вы готовы покинуть свой пост? Ну, сейчас уйти, это значит сдаться. Это значит сказать, да, я такая плохая, да, выгоните меня. Мы будем доказывать свою правоту всем своим коллективам. Мы пишем письмо, и там будут подписи, которые не голословно будут сказаны. И мы его передадим в прокуратуру, это да. Свои подписи жители Волчихинского района тоже передадут в прокуратуру. Нас народ не слышит и не хотят слышать. Кроме того, 12 февраля люди проведут митинг за отставку главврача. Туда заявлено 500 человек. Активисты народного движения признаются, что переживают за себя и за своих детей. Но перспектива жить в районе без медицины куда страшнее. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. В ближайшее время пройдет и целая череда митингов против роста коммунальных тарифов. В Рубцовске и Камни-на-Аби местные администрации уже согласовали мероприятия. В Барнауле мэрия еще не дала ответ, а в Бийске общественникам упорно отказывают. Краевой суд не одобрил проведение митинга на главной площади Наукограда. Администрация города также не удовлетворила требования организаторов протеста. Хотя на этот раз они просили провести мероприятие на противоположной стороне Петровского бульвара. То есть подальше от сцены и елки, которую до сих пор не демонтировали в Бийске. Но в то же время активисты подчеркивают, что рано или поздно протест все равно состоится. Это ждут от нас граждане, что мы этот митинг соберем. Соберем его законно, чтобы граждане, которые на него пришли, уже не к каким-то административной ответственности не подвергались. Поэтому это наша функция и мы обязаны это сделать. Добавим, депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова в своем телеграм-канале сообщила, что 12 февраля митинг против роста тарифов пройдет также в Камни-на-Аби. Там администрация уже согласовала его проведение. А вот в воскресенье, 5 февраля, массовая акция состоится на набережной в Рубцовске. И там мероприятие власти разрешили. А вот организаторы митингов в Барнауле еще ждут ответа от мэрии. Предварительное мероприятие запланировано на 12 число. Пострадавшие клиенты Жилфонд Барнаул начали получать компенсации. Сегодня об этом нам по телефону рассказали сами люди. В начале года агентство недвижимости стало вручать им гарантийные письма с обязательствами вернуть ценные конверты, которые хранились в Жилфонде. В обмен, сообщили пострадавшие, они должны были подписать дополнительные соглашения о неразглашении какой-либо информации о сотрудничестве с Жилфондом и не предъявлять к нему дополнительных претензий по поводу морального ущерба. Последние подробности предполагаемого мошенничества с многомиллионным ущербом и что нужно знать о практике хранения денег в агентствах недвижимости, чтобы не остаться без средств квартиры, в следующем сюжете. Почти четверть века на рынке, 120 офисов по всей стране и репутация одного из самых надежных федеральных агентств недвижимости в России. Но такой имидж серьезно пошатнулся. В декабре прошлого года с деньгами клиентов пропала управляющая Барнаульским подразделением Наталья Авдюхина. По данным неофициального, но довольно компетентного источника, она объявлена в международный розыск. Все материалы переданы в Интерпол. Еще до Нового года с заявлениями на возмещение ущерба в полицию обратилось 11 клиентов жилфонда. Сегодня их на порядок больше, но в краевом МВД не называют точную сумму ущерба. Первоначально в СМИ писали о 50 миллионах рублей. Сегодня ряд источников на условиях анонимности говорят об ущербе в районе 100 миллионов. При этом добавляют не все похищенные средства – деньги клиентов. Часть украденного принадлежала застройщикам и самому агентству. Главным следственным управлением МГУ МВД России по Алтайскому краю продолжается расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Проводится необходимый комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время в органах внутренних дел зарегистрировано 31 заявление. Пока пострадавшие держат дистанцию в общении с прессой. В гарантийных письмах, которые в январе получили клиенты Жилфонда, компания обязуется возвратить ценные конверты, которые клиенты хранили в агентстве. Правда, в некоторых письмах датой возврата средств указана 31 января, в других она открытая. В смутное время компания Жилфонд придумала сохранять деньги клиентов, чтобы никого не обмануть, используя так называемую ячейку. И эта история родилась в городе Новосибирске, была очень активно там использована. Со временем, когда компания Жилфонд зашла в город Барнаул, эту услугу они, скажем так, внедрили в городе Барнауле и пользовались со своими клиентами этой услугой. Другие агентства недвижимости города не используют данную услугу. В Жилфонде, как в банке, деньги хранили в индивидуальных ячейках. Заключали ли при этом стороны договор хранения средств? Какая ответственность была прописана у принимающей стороны? А главное, будут ли дальше практиковать в агентстве недвижимости такую схему хранения денег? И из каких источников выплатят компенсации пострадавшим? Эти вопросы в Жилфонде комментировать отказались. Но, по мнению президента Союза риэлторов края, хранить деньги в ячейках, скорее всего, предлагалось при многоступенчатых сделках с большим числом участников и объектов. То есть, я у вас купила, вы решили купить тоже объект недвижимости в Жилфонде, то есть целая цепочка сделок, которые происходило, то тогда логично было все эти деньги не носить, не уносить, не куда-то складывать, потом заказывать, привозить, это тоже небезопасно и так далее. Вот они эту услугу, скажем так, внедрили для таких, наверное, форм сделок. Как показало время, такая практика весьма рискованна. Избежать рисков, по мнению экспертов, могут только действительно надежные способы расчетов между продавцом и покупателем. Сервис безопасных расчетов, банковская ячейка, аккредитив, нотариальный депозит. Эта история должна стать уроком для всех участников рынка недвижимости, в том числе и для простых граждан. Нотариус отвечает полностью за ту сделку, которую он удостоверяет, несет полную имущественную ответственность за это, в том числе и за безопасность расчетов. Способы расчетов могут быть различными. Это инотариальный депозит, когда деньги продавцу будут перечислены после регистрации права покупателя в Росреестре. Это расчет может быть произведен между сторонами. Покупателям, продавцу могут быть переданы деньги при заключении договора, в присутствии нотариуса. То есть мы отвечаем за эту ситуацию полностью. Агентство недвижимости, подчеркивают юристы, может лишь сопровождать сделку, но не вправе предлагать, а тем более навязывать услугу по хранению денег. Ведь в случае форс-мажора, компания, которая не является лицензированным кредитным учреждением и не обязана страховать свою деятельность, может и не выполнить взятые на себя финансовые обязательства перед клиентами. Сегодня некоторые СМИ сообщили, что жилфонд рассчитался с большей частью пострадавших. Но новый руководитель Барнаульского агентства подтверждать либо комментировать эту информацию отказалась. Мы направили официальный запрос в головной офис компании в Новосибирск. Мы не знаем точно, люди на каких условиях передали деньги на хранение агентства недвижимости. Но эта история нас, простых обывателей, продавцов и покупателей, должна научить быть осторожнее, проще и быстрее, не всегда безопаснее. Удастся ли жилфонду вернуть средства всем пострадавшим, станет понятно в ближайшее время. Но уже сегодня известно, что два клиента не стали дожидаться мирного урегулирования конфликта. Они подали иски в индустриальный район и суд. И если людям не вернут деньги, то судебные процессы начнутся уже в марте. Елена Макаренко, Андрей Печоркин, Алексей Фризин. День с толком. Запретить выгул собак на территории детских садов, школ, спортивных площадок, лечебных и медицинских организаций, учреждений культуры. Такое предложение внес Комитет по правовой политике и местному самоуправлению АКЗС. В частности, допустим, что сегодня запрещается выгул собак в таких местах, понятно, это дошкольные учреждения, образовательные учреждения, культурно-спортивные какие-то, значит, площадки. Здесь запрещается выгул. Безусловно, органы местного самоуправления должны определить, сразу вопрос возникает, а где тогда? Значит, органы местного самоуправления в правилах благоустройства определяют места выгула. Правила разрабатывало Управление ветеринарией, депутаты немного их подкорректировали. После изменений в федеральном законе регионы могут устанавливать дополнительные требования к содержанию питомцев. В проекте дополнительных требований включили запрет на самовыгул собак, то есть без сопровождения человека. Владельцы животных будут обязаны убирать за собакой продукты жизнедеятельности, по правилам нельзя жестоко обращаться с животными, натравливать их на других животных и людей, выбрасывать питомцев на улицу. За нарушение будет положена ответственность. Штраф в 2-3 тысячи планируется ввести за отказ убирать за питомцами из-за содержания животных в помещениях общего пользования многоквартирных домов. А если собака навредит жизни и здоровью людей, ее хозяина штрафуют на 5 тысяч. Законопроект об административной ответственности вынесут на мартовскую сессию. Совет Федерации одобрил закон, по которому народные избранники могут не публиковать свои доходы. Федеральные депутаты и сенаторы предоставлять декларации будут, но без персональных данных. А депутаты регионального и муниципального уровня, для которых эта деятельность не основная, вообще смогут гораздо реже подавать документы о своих доходах. В каких случаях, зачем нужны эти нововведения и что об этом думают те, кто этих депутатов выбирает, расскажут мои коллеги. Не очень хорошо это на самом деле, что мы же все-таки их выбираем. И должны, я думаю, знать, на что они тратят деньги свои и откуда имеют заработок. Заглядывать в кошелек депутатов, сверять цифры с прошлыми данными, когда они публикуют декларацию о доходах – ежегодная традиция россиян. Но скоро она может исчезнуть. Госдума и Совет Федерации уже одобрили закон о том, что депутаты смогут не опубликовать свои доходы. Да мне не нужен их ни отчет, пусть не отчитывается, если это так власти надо. Врачи, учителя, фермеры, предприниматели, рабочие, доярки и так далее, и так далее. Что им декларировать и что им скрывать? Они иногда и не знают, как это. То есть там много достаточно формальностей. Что нужно показывать? Нулевые счета, ненулевые счета, машины, жилье. Депутаты муниципального уровня, пожалуй, единственные, кому от нововведений должно стать проще. В этой категории большинство так называемых нарушителей. Тех, кто заполнил декларацию, неправильно. За последние годы почти 30 случаев. Депутаты районного и сельского уровня часто не подготовлены к такого рода документам, считает заместитель председателя КЗС Денис Голобородько. Отсюда и ошибки, иногда фатальные. У нас в Алтайской крае есть 7200 депутатов. Это обычные рядовые граждане. Многие из них не обладают даже какими-то профессиональными знаниями, юридическими. И, конечно же, у них сложность в принципе с выполнением этих деклараций. Сначала мы депутата попросили позаниматься общественной деятельностью простого сельского учителя, врача, сельшера. А потом его еще и лишаем полномочий за то, что он не предоставил эту декларацию. Для них новый закон предоставит право подавать декларации после избраний и в течение года, если он совершил крупную сделку. Распространяется эта норма на краевой парламент. Депутатов на ставке 18 из 68. Остальные избранники народа на общественных началах. И они тоже смогут публиковать доходы реже. Люди должны знать, сколько денег, какие доходы есть у тех или иных народных избранников, потому что они завязаны на бизнесе, на каких-то интересах определенных. А пока доходы посмотреть можно. Вот список самых обеспеченных депутатов края. Последние данные относятся к 2021 году. Самый доходный Александр Лисицын, директор автоцентра и еще нескольких транспортных компаний, заработал 55 миллионов рублей. Глава потребительского кооператива Максим Кочев – 43 миллиона. Замыкает тройку Владимир Семенов, председатель одного из комитетов АКЗС – 39 миллионов. В Барнауле самый состоятельный Андрей Солодилов, председатель одного из комитетов – 42 миллиона рублей. На втором месте Евгений Носенко и его – 28 миллионов. На третьем – Алексей Скосырский – 23 миллиона рублей. А депутаты Госдумы и сенаторы, которые работают официально, будут публиковать информацию о доходах в обезличенном виде, без указания персональных данных. Такое инкогнито сами депутаты объясняют риском утечки данных в ненужные руки на фоне происходящих событий. Ну, сейчас давать дополнительную информацию той стороне, будем говорить, это тоже, наверное, неправильно. То есть это и в какой-то мере соблюдение просто персональных данных. Новый закон поддержали не все депутаты. Некоторые пообещали все равно делать публичными свои доходы. Например, Сардана Афксентьева уже это сделала в телеграм-канале. Комментаторы закона окрестили новый порядок шагом к закрытости и непрозрачности власти. Но в Барнауле считают, что резонансная инициатива ничего принципиально не изменит. По мнению депутатов, закон должен позитивно повлиять не только на их коллег, но и на жителей. Поводов для обсуждения чужих доходов станет меньше. Татьяна Голубева, Мария Моцаева, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. В июне прошлого года Алтайский край заключил соглашение со славяно-сербским районом ЛНР. Главная задача специалистов нашего региона – сделать комфортнее жизнь местных жителей. Для помощника губернатора Юрия Проскурина территория славяно-сербского района уже стала почти родной. Ведь он уехал туда раньше всех – 8 месяцев назад. И всего два из них провел дома, на Алтае. Как продвигаются восстановительные работы, хватает ли специалистов и финансирования. И не только об этом Юрий рассказал нам в небольшом интервью. Какие направления вы там курируете и появились ли за эти 8 месяцев какие-то новые? Знаете, какое бы направление мы ни взяли, оно требует или поддержки, или помощи, или консультаций. Поэтому приходится этим заниматься. Это не только школы. Я в силу специфики конкретно не буду называть, что. Но в общем могу сказать. Это объекты социальной инфраструктуры. Это и школы, это и детские сады, это и медицинские учреждения. Это объекты электроэнергетики, это объекты водоснабжения, водоотведения, ну и ряд других объектов, в том числе и индивидуальное жилье. Мы единственные в Луганской народной республике, мы, я имею в виду Алтайский край, которые принимают участие в ремонте ИЖС. Для них вот то, что делает Алтайский край, это очень важно, потому что они, ну 8 лет они такого не видели, но они подчеркивают, что и в годы нахождения в составе Украины, они тоже таких, такого ремонта, вот масштаба такого, такого внимания они тоже на себе не чувствовали. Уже достаточно долгое время в ЛНР ездят жители Алтайского края, и чаще всего это строители. Только ли эти специальности там востребованы? В основном на данный момент это специалисты, которые помогают восстанавливать, я бы так сказал, нормальную жизнь. Сейчас это основное. Остальные специалисты бывают, значит, это специалисты по линии здравоохранения, специалисты по линии образования, дорожному хозяйству. Это такие, как бы, краткие визиты, консультации. В селе эти люди едут добровольно или, может быть, организации посылают своих специалистов? Насколько я знаю и уверен в этом, никого туда насильно не везут. То есть достаточно людей, которые действительно хотели бы этим заниматься. Они едут, помогают. Хватает ли финансовых средств и вообще источники финансирования? Что это за источники? Знаете, средств, наверное, всегда недостаточно и во всем. Всегда хотелось бы больше. Так как территория особенная, территория – это район боевых действий, там, наверное, любые огромные средства могли бы быть освоены. Ну, конечно же, все нельзя построить. И, значит, только участием Алтайского края невозможно все сделать. Поэтому Алтайский край по мере возможности принимает в этом участие. Насколько успешно идет восстановление района и что в этом мешает? Я уже говорил, что объектов, которые бы требовали внимания с точки зрения восстановления, с точки зрения, возможно, какое-то новое строительство, их очень много. Потому что, как я уже подчеркнул, не только 8 лет в составе Луганской Народной Республики не хватало средств, но это тянется еще с 90-х годов, недофинансирование практически, наверное, тотальное тех территорий. Два десятиэтажных дома. Вот там в конце 80-х срезали лифты. Сказали, все, их больше не будет, у нас денег нет для того, чтобы их содержать. Это было еще во времена Украины. Поэтому и вот такая вот ситуация по многим отраслям. Ну, если мы говорим о том, что мешает, может быть, это какие-то снаряды, бомбежки, есть такое? Иногда бывает, честно можно сказать, потому что фронт находится все-таки не так далеко, поэтому территория неспокойная и боевые действия, к сожалению, дают о себе знать. Вы сами привыкли уже к залпам, к звукам стрельбы. Сложно ли к этому привыкнуть? Привыкнуть, конечно, сложно, но по сравнению с июнем, июлем месяцем, когда первое время, когда я прибыл туда, сейчас я себя более уверенно чувствую на той территории. Хотя нам нужно всегда оговариваться, что это такая территория, где происходит все, что угодно, и может произойти все, что угодно. И как бы ты не храбрился или кто-то не храбрился, то есть нужно помнить об опасности. Мы будем надеяться, что все будет хорошо. Легкий заработок или подстава на дурачка. В Барнауле на кольце Малахова-Власихинская два года работала банда мошенников. Они инициировали ДТП и получали со страховщиков серьезные суммы на восстановление машин. Недавно группу лиц арестовали и возбудили уголовное дело. Но прекратились ли автоподставы, расскажет Дмитрий Дроздов. Всем автолюбителям известное кольцо напротив магазина «Ашан». Здесь каждое утро случается ДТП. И последние два года «Ашановское кольцо» стало известно тем, что здесь орудует банда автоподставщиков. Выезжал на Власихинскую и почувствовал, что произошел удар в правую сторону моей машины, где бампер и крыло. Но это явно была автоподстава 100%, потому что как только авария произошла, этот человек вышел из белой машины и начал на меня гнать, что я виноватый, что я делаю, почему я так еду, что такое. И я еще даже не начал отвечать, уже подъехал аварком, уже начинает оформлять. Я смотрел в правое зеркало, да, смотрел за этой машиной, и я был уверен, что он меня пропускает. Я не знаю, может быть мне там показалось, или он реально мне фарами моргнул, мол, проезжай, и все. Я был уверен, что я спокойно сейчас выйду с кольца. Но как только я начал пересекать уже крайнюю правую полосу, эта машина ускорилась, и получается, что он в меня как будто въехал. Замудренную схему автоподстав и придумывать не надо. Чаще всего водители все делали сами, не выдерживали безопасную дистанцию и съезжали с кольца неправильно, не с крайней правой полосы. Тогда инициаторы аварии совершали резкие маневры перед машинами-жертвами и провоцировали аварии. По данным правоохранителей, мошенники действовали на японских праворуких авто. Пострадавших 120 человек и несколько страховых компаний. Шесть страховщиков понесли общий ущерб на 50 миллионов рублей. Самый главный момент – это дорогие запасные части. То есть будут выбирать автопоставщики однозначно, что сама машина по себе недорогая. А когда страховщики рассматривают случай, то там большие выплаты за счет того, что большие стоимости запасных частей. К примеру, случилось ДТП и у машины пострадало дверь, крыло и бампер. Весь ремонт и запчасти у леворуких машин примерно будет стоить от 50 тысяч рублей. Что касается леворуких, еще и японцев. Там сумма от 100 до 150 тысяч. Жертвам мошенников сочувствуют не все. Часть барнаульцев уверены, что виноваты сами люди, мол, неправильно ездят по кольцам. По данным ГИБДД Барнаула за 2022 год на кольце Малахова-Власихинская зафиксировали 25 аварий. В остальных случаях либо расходились на месте, либо проходили через Аварком. Однако юристы уверены, защитить себя можно, если среагировать сразу и не прогибаться под автоподставщика. Первонаперво наличие регистратора и соблюдение правил ПДД. Видеорегистратор здесь хотя бы поможет установить факт, имелась ли у лица техническая возможность остановить транспортное средство. Третий аспект – это именно заявлять, вызывать сотрудников, вызывать наряды, проверять данные факты и назначать и проводить трансологические экспертизы. Сейчас банда автоподставщиков задержана. Возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы. Однако нам стало известно, что пару дней назад, утром на этом кольце, в машину вновь въехал праворукий японец. Совпадение или автоподставщики все еще среди нас? В любом случае, будьте внимательны и проезжайте на кольцах по правилам. Это лучшая защита от развода. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком. На 10-15% может вырасти аренда жилья к осени 2023 года. Такой рост, по мнению экспертов, неизбежен. Причина – повышение тарифов на услуги ЖКХ. Сейчас на рынке аренда жилья затишье, но есть как те, кто не может быстро снять, так и собственники, которым сложно сдать жилье. В чем причина, выясняли мои коллеги. На рынке затишье, а арендовать жилье в краевой столице не так-то просто, рассказывает Яна. Приехала работать в Барнаул и столкнулась с проблемой уже месяц в поисках квартиры. В мониторе постоянно, как только выкладывают объявление, звоню, говорят, что уже назначены встречи с другими квартиросъемщиками. И в итоге пропадают, не перезванивают. Спрос есть, а вот предложений не так много. Поэтому и разлетаются хорошие варианты быстро. Способ получения квартиры больше влияет на цену. В Барнауле распространена, так сказать, бабушкина квартира, бабушкина аренда. То есть квартира, которая перешла по наследству к родственникам и так далее. Вот здесь мы можем видеть дешевую аренду. На рынок арендного жилья выходят квартиры, которые совершенно новые, которые только недавно были сданы в эксплуатацию. То есть сделан совершенно свежий, качественный ремонт. И, конечно, наши уважаемые арендодатели оценивают свои труды и вложения в стоимость этой арендной ставки. Так что, если хочешь жить в комфорте, плати от 20 до 30 тысяч за однушку, а то и больше. Иначе придется закрыть глаза на то, когда был построен дом и давно ли в квартире делали ремонт. Зато цены на ту самую бабушкину всего 10-12 тысяч в месяц. Но есть и другая сторона медали. Квартиры месяцами простаивают. Арендодатели просто не могут найти адекватных арендаторов. Безответственные квартиросъемщики. То есть они относятся к жилью как не к своему. И, естественно, там все приходит в негодность. Сейчас многие подставные риэлторы, которые нанимают человека, человек нанимает человека другого, чтобы снять квартиру. А этот риэлтор, потом сели туда в большом количестве, например, рабочих строителей. А тебе говорят, что там будет жить один человек. А когда я приехала, допустим, через две недели, а у меня там живет шесть людей, которые работают на стройке, я вот с такими просто глазами удивлена, была просто в шоке. Идеальный портрет – это девушка от 18 до 40. Желательно без вредных привычек, без животных и без каких-то привязок. Мужчин, детей и так далее. Но это идеальный портрет арендатора. Екатерина спустя четыре месяца жильца по душе нашла, исходя из нарисованного портрета. А вот нашей героиня Яна свою идеальную квартиру пока нет. Январь, февраль и март. Риэлторы про себя называют мертвыми месяцами на рынке аренды. Активный сезон стартует с августа и длится до ноября. Но если жилье вам необходимо в ближайшее время, тянуть не стоит, говорят специалисты. Ведь из-за подорожания коммуналки, аренда к концу лета может вновь взлететь на 10-15%. Причем вне зависимости от того, вторичное это жилье или недавно построенное. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Из Кюнцеля на Алтай семья немцев переехала в Алтайскую глубинку, в Солонешинский район, чтобы, как они выразились, познать настоящую жизнь. Что же так привлекло жителей развитой европейской страны в России и почему они выбрали именно Алтайский край, расскажем далее. В село Степное семья Зеллингеров вместе с дочерью перебралась из Германии еще полтора года назад. За это время успели обжиться на русской земле. Обустроили небольшой дом и даже создали свое подворье. А все для того, чтобы быть ближе к чистой природе. Самое главное – вода и воздух. Продукты, которые у нас есть, они не обработаны. Все свое. Огурцы, помидоры, теплицы мы поставили больше, чем 10 метров. И в Германии я немножко занимался как хобби пчелками. И мне это понравилось. Я думаю, в Алтае спрос есть. Лето прошло, сейчас февраль. До сих пор еще кристаллизация не произошла. Сам Владислав родом из Казахстана, откуда еще в детстве уехал с родителями в Германию. Отучился на механико и работал на одном из известных немецких заводов по производству авто. Со своей супругой Жанет, коренной немкой, познакомился в церкви на христианском кружке. Пара вместе уже 24 года. Проводить семейные вечера с музыкой продолжают и на Алтае. Мы искали какой-то жизненный опыт, эксперимент. Хотели вырваться, может быть, так можно сказать. Хотели познать настоящую жизнь, своими трудностями, как раньше жили. И вот у нас такая мечта была жить и себя самого обеспечивать. Испытать себя Зеллингерам действительно удалось. Неизвестная страна свои трудности. В диковинку немцам стала наша бюрократическая система. Им еще предстоит сменить справку о БМЖ. А в самом начале переезда пришлось повозиться с оформлением документов на дом. Бумаг не было, земля не оформила. Потом ребенок, наследственник умер. И чтобы потом до ума довести, это была целая история. Когда сюда приехал, я не знал, что такое МФЦ, я не знал, что такое БТИ, я вообще ничего не знал. А еще необходимо преодолеть языковой барьер. Если Владислав неплохо говорит на русском, а его дочка Эмилия в школе изучает наш язык, то Жанетт только предстоит освоить наш великий и могучий. Но обрести русское счастье с немецким акцентом семье все же удалось. Алтайская земля стала домом для переселенцев. Кстати, в Степном они не единственные немцы. По соседству живут еще четыре семьи из Германии. Они помогали супругам освоиться. И такой интерес со стороны европейских жителей только возрастает. Владислав и Жанетт регулярно консультируют желающих переехать в Россию. Говорят, среди их знакомых таких семей уже полтора десятка. Добавляют, сейчас самое время укреплять русско-германские отношения. Мария Мацав, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефоноши редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова